Образ Дмитрия Бурыльна останется на логотипе Дня города. Этот вариант из 40 предложенных утвердил Оргкомитет под председательством главы областного центра Вячеслава Сверчкова. По мнению организаторов, эта эмблема, разработанная воспитанниками Центра детского творчества «Инновация», в полной мере соответствует девизу праздника в этом году «Историю и помним, и творим». Конкурс был объявлен еще в марте, но только сейчас, когда его итоги были подведены, появилось много недовольных эмблемой общегородского праздника. Хотя участвовать в конкурсе многих приходилось уговаривать. Хочется сказать спасибо ребятам, которые откликнулись, прислали свои творческие работы и поучаствовали, потому что о конкурсе объявлялось достаточно давно, долго. Мы предлагали участвовать во всех социальных сетях, на сайте администрации города. Мы отправляли положение в креативные фирмы, которые занимаются разработкой логотипов. Кто откликнулся, тот откликнулся. Просто сейчас так начинается, что после того, как конкурс состоялся, мы начинаем обсуждать, мы начинаем критиковать, мы начинаем говорить, что это некрасиво, это неправильно. А до этого почему-то люди не хотели участвовать. Цветовое решение для праздничного оформления Иванова в Дню города оргкомитет позаимствовал из одной творческой работы, где гармонично сочетаются два ярких, насыщенных цвета – малиновый и светло-зеленый. Специально в Дню города будут изготовлены креативные майки с жилетками и бабочками. Их подарят волонтерам и активным участникам праздничной программы. Хочется, чтобы жители приняли такой корпоративный цвет праздника. Кто-то, может быть, как это сейчас модно, на всех праздниках одеваться в платье такого-то цвета, в майке, в рубашке. То есть, может быть, в этом году получится сделать и на уровне Дня города. Кто-то придет в малиновой рубашке, в малиновой майке, в зеленой, в салатовой. 2014 год в Иванове объявлен годом Бурылина. В сентябре в областном центре установят памятник Ивану Вознесенскому в Приканту и Меценату. Бронзовый Бурылин будет выше, чем первоначальный эскизный вариант, выполненный из пластилина. Еще на стадии разработки идеи памятника автор изучил архивные материалы и выяснил, что по описаниям Бурылин был немаленького роста. И сходство с Чарли Чаплиным, на что обратили внимание критики, эмблемы здесь не должно возникнуть. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Денис Денисов, РТВ Иванова.